Уважаемые студенты, тема нашей сегодняшней лекции – это хроническая почта недостаточность. Давайте вспомним об основных функциях почек. Это экскреторная, гомеоститичная и инкреторная. Экскреторная или выделительная функция – это когда выводится из организма конечный продукт белкового обмена, других эндогенных метаболитов, которые выводятся путем фильтрации в клубочках и секреции в канатах. Гомеоститичная функция включает в себя сохранение объема жидкости в организме, поддержание в них адекватного кислотно-щелочного астматического равновесия, участие в метаболизме белков, жиров и углеводов. Экскреторная функция или эндокринная. В почках вырабатываются такие вещества, как ренин, простагландин, активные метаболиты, витамины D3, наатриуретический пептид, эритропейтин и т.д. Так что же такое ХПН? Это симптомокомплекс, который развивается в конечной стадии при хронических заболеваниях почек. Приводит это к необратимой гибели функционирующих нефронов и характеризуется снижением функции почек. Развивается нарушение гомеостаза, т.е. изменение водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного равновесия. Причинами хронической почки недостаточности являются все заболевания почек, заболевания соединительной ткани, иначе мы их называем коллогенозами. Имеется несколько провоцирующих факторов. Это частое переохлаждение, обострение основного заболевания, несоблюдение режима и важно запомнить нарушение режима медикаментозного лечения. Т.е. прием каждого лекарства должен быть по режиму. Имеется 5 стадий ТПН. Стадии отмечают в зависимости от скорости клубочков фильтрации и концентрации креатининов. Как мы обследуем данных больных? Мы проводим все анализы мочи, биохимический анализ крови, общий анализ крови, анализ Нечипаренко, Зименицкому, а также для того, чтобы выявить основное заболевание, которое привело к ХПН, нужно будет исследовать электрокардиограммы, ультразвуковое исследование, эхокардиографию, рентгенографию, грудной клетки. Скорость клубочков фильтрации определяется двумя методами. Это классический проба Рейберга и метод Кокрофта-Голта. На данном слайде указаны формулы, которые можно будет определить скорость клубочков фильтрации. Пример формулировки диагноза. Приводится несколько примеров, но вы должны знать, что хронической почечной недостаточности мы ставим в конце как осложнение. В первую очередь мы указываем основное заболевание, допустим, хроническая болезнь почек или системная красная волчанка, которая привела потом к хронической болезни почек, хронический гломерий нефрит, вторичная гипертензия и так далее. Самое главное, вы должны знать, что осложнением является ХПН. Иногда это может быть сахарный диабет, иногда само заболевание почек. Лечение хронической почечной недостаточности зависит от стадии и темпа прогрессирования. Нужно знать основные моменты терапии – это коррекция и поддержка гомеостаза, восстановление диуреза и предотвращение прогрессирования заболеваний. Можно будет провести трансплантацию почек, заместительную терапию, пренопротекцию, диета-терапию и модификацию образа жизни. Что такое ренопротекция? Это меры по устранению провоцирующих факторов и сохранение оставшихся них. Необходимая диета для ХПН – это стол номер 7B, а когда уже терминальная стадия, то 7G. Вот так вот выглядит аппарат гемодиализа. Следующая наша тема – это амилоидоз почек. Амилоидоз почек – это проявление системного амилоидоза, характеризующегося нарушением белково-углеводного обмена с внеклеточным отложением почечной ткани амилоида, сложного белково-полисахаридного соединения, приводящего к нарушению функции почек. Имеется несколько форм амилоидоза – это идиопатическая, семейная, приобретенная, старческая и локально-опополовидная. При первичном идиопатическом амилоидозе почек причины и механизмы остаются неизвестными. При семейном обусловленный генетический дефект образования в организме фибриллярных белков. Вторичный приобретенный амилоидоз почек развивается вследствие нескольких заболеваний. В основе старческого амилоидоза лежат инвалютивные изменения обмена белков, а локально-опополовидного амилоидоза почек еще неизвестны. Течение может быть латентным, протеинуритическим, нефротическим, азотомическим. Клинические признаки. В латентной стадии, несмотря на присутствие амилоидов в почках, клинические проявления не наблюдаются. В протеинурическом или альбуминурическом стадии в моче обязательно обнаруживается микрогематурея, лейкоцитурея, кровей, повышение слоя. При нефротическом стадии характеризуется склероз и амилоидоз мозгового слоя почек. При азотомической форме или терминальной форме в почках имеется рубец, и это приводит к сморщиванию. Осложнение амилоидоза включает тромбоз почечных вен, интеркурентная инфекция фибернозных грудных перитоний. Что, к сожалению, приводит к терминологическому исходу. Диагностику проводим обнаружением в анализе мочи протеинурия, который имеет тенденцию к неуклонному нарастанию, лейкоцитурея. В общем анализе крови повышается слоя. При биохимическом анализе крови происходит, обнаруживается гипоальбуминурия, так как через моче. Так как в моче их очень много, они выводятся из организма и в крови не уменьшают. Лечение амилоидоза проводится таким путем. Значит, необходимо длительное употребление сурой печени, повышенное потребление углеводов. Патогенетически применяют препараты 4-аминохинолина. Симптоматическая терапия включает назначение диуретико-гипотензинных препаратов в терминальной стадии, или применение диализа, или транспортацию почек. Спасибо за внимание.